Ко дню рождения Абая в семье посвятили ряд мероприятий, направленных на пропаганду творческого наследия великого казахского поэта. Одно из них состоялось сегодня в городском Акимате. В фойе государственного учреждения была торжественно открыта передвижная выставка «Ты всех людей люби как братьев». В мероприятии принимали участие Акимгорода Ермак Салимов, коллектив и руководство музея Абая, а также ученые, представители интеллигенции и работники отделов Акимата. Особенность передвижной экспозиции заключается в том, что вся информация в ней представлена на трех языках – казахском, русском и английском. Ранее она уже побывала на выставке «Экспо-2017», где ее могли видеть гости из дальних и ближних государств. Как отметил доктор филологических наук Арапий Спимбетов, творчество Абая Кунанбаева – это духовная сокровищница казахского народа. Его произведения, безусловно, стали достоянием всей мировой литературы. В 1913 году Ахмед Баятурсынов написал «Абай – великий казахский акын. У казахов нет более выдающегося поэта». Этим словам исполнилось 105 лет, а не актуальны до сих пор. Сегодня мы видим, что у нас нет поэта талантливее Абая». В ходе открытия выставки директор музея Абая вручил главе города Ермаку Салимову экземпляр новой книги «Воспоминания об Абае». В своем выступлении он сказал, что место проведения выставки было выбрано не случайно. Ведь с учетом рабочего графика сотрудникам Акимата остается мало времени на посещение музеев. В связи с этим было принято решение организовать экспозицию прямо в стенах госучреждения, где она будет доступна для широкого круга посетителей. Эта выставка побывала в Алмате и Астане, в южном и западном Казахстане. Часть ее мы сегодня привезли в городской Акимат, чтобы государственные служащие, которые работают в разных сферах, имели возможность узнать больше информации об Абае. Экспонаты выставки уникальны. На ней представлены личные вещи Абая, которые он передал в дар местному краеведческому музею в 1885 году через своего друга Нифонта Долгополова. Всего при жизни поэт передал около 60 экспонатов. 17 из них сейчас хранятся в фонде музея Абая. В их числе чехол для посуды, пиала для чайпития, шкатулка жены Абая Айгирим, а также домбра Альмагамбета Капсалямова. Кроме того, здесь можно увидеть первый опубликованный сборник Абая, который вышел в 1909 году, и сборник стихов, опубликованный в Ташкенте и Казани в 1922 году. Сама передвижная выставка состоит из нескольких тематических разделов. Вниманию зрителей предложены репродукции старинных фотографий, а также отрывки из поэтических и песенных произведений Абая. Тут же можно найти информацию и о становлении Абая Кунанбаева как общественного деятеля, мнение которого пользовалось уважением и авторитетом.